как обычно начнем с комплектации приходит спиннинг в чехле чехол из плащевки с одной секции на завязку также комплекте идет колпачок который во время транспортировки защитит ваш тюльпан и кольца от повреждений и так покажу вам качество удилища поближе она метрит зеленую рукоятку бланка с карбона в этом месте покрыт лаком логотип сенайт задняя пробка откручивается для слива воды например рукоятка из эва выполнена вот такой интересный катушка-держатель с прорезями довольно оригинально смотрится и получается когда вы будете держать удилище с катушкой рука у вас будет касаться бланка что должно дополнительно прибавить чувствительность который держатель с верхней гайкой все выполнено в таком черном стиле ничего лишнего как говорится вот такие противозахлестные колечки давайте покажу каждое колено первое колено покрыто лаком сэнш-спин 606 длина строй заявлен медиум медиум строй тест по леске от 8 до 18 либров и тест по приманкам от 7 до 25 грамм вот такие обмотки пролито все хорошо ничего лишнего и капель потеков я не нашел второе колено нас матовая шлифованная вот таким образом выполнена далее также противозахлестное колено это колено также матовое третье смотрите колечки обмотки четвертое колено и последнее пятое колено оно покрыто лаком самое тонкое и имеет два вот таких скользящих кольца которые дополнительно разгружают хлыстик так как он не слишком толстый и соответственно я должны лучше распределять нагрузку и вот такой в конце противозахлестный тюльпан и так покажу вам размеры и проверим вес вес заявлен на сайте 143 грамма в реальности мои весы показывают 153 это также отличный вес для вообще для спиннинга 2,4 метра с таким тестом неплохой но для телескопа тем более давайте покажу вам длину общая транспортировочная длина 56,5 сантиметров но если с клапачком еще пару сантиметров прибавьте и длина рукоятки при полностью закрученном катушкой держатели 40 сантиметров и от лапки катушки будет примерно 33 сантиметра думаю видно кстати на канале есть обзор еще одного телескопического спиннинга от этой же компании сенайт ссылку на него также оставлю в описании а теперь покажу как ведет себя удилище на батрях и под нагрузкой на батрях удилище по моим ощущениям имеет средний строй под нагрузкой удилище также начинает работать практически от середины бланка что также подтверждает заявленный средний строй итак подойдем небольшой итог поэтому спиннингу дизайн лично мне показался интересным но тут как говорится на вкус и цвет порадовал вес если вы пользуетесь телескопные и до этого ловили стеклопластиковыми спиннингами поверьте благодаря такому весу совсем другие ощущения и можно даже забыть что это удилище телескопическое также чувствительность будет не сравнимо со спиннингами стекловолокна по моим ощущениям удилище как и заявлено имеет средний строй поэтому должна быть неплохая дальность заброса и подойдет в первую очередь для ловли равномерной проводкой как на воблеры так конечно и всевозможные блесны по качестве выполнения недочетов я не нашел и надеюсь этот обзор будет полезен тем кто ищет себе компактный телескоп актуальные цены как всегда смотрите по ссылкам внизу в описании к этому видео если вы считаете это видео полезным то ставьте лайки все вопросы и пожелания оставляйте в комментариях подписывайтесь на канал и всем ни хвоста ни чешуи